Привет, друзья! И мы снова встретились на канале Простые Технологии, чтобы обсудить все сливы по Huawei P50. Флагманские смартфоны от Huawei первой половины 2021 года получат несколько интересных функций и даже одну безжалостную характеристику, которую в компании держат в строгом секрете. Во всяком случае, так считают многочисленные сетевые информаторы, которые регулярно снабжают нас данными о будущей новинке. А теперь давайте поподробнее присмотримся к 50-ке. Huawei традиционно выпустит несколько смартфонов P50, P50 Pro и P50 Pro Plus. Базовая модель получит экран с частотой обновления в 90 Гц, тогда как старшие смогут обновлять картинку на 120 Гц. P50 получит дисплей диагональю 6,2 дюйма, прошка 6,6 дюйма, а наиболее крупным будет плюс с дисплеем на 6,8 дюймов. Кроме того, старшие модели оборудуют так нами любимым экраном-водопадом, тогда как Huawei P50, к счастью, получит плоское стекло. Сердцем смартфона станут 5-нанометровые процессоры Kirin 9000 и Kirin 9000E. Последний отличается менее производительной графической подсистемой и, видимо, достанется базовому Huawei P50. Якобы в Huawei преодолели дефицит новых чипсетов и начали их массово выпускать. Ну и, конечно, главное здесь, что ни MTK, ни тем более Snapdragon в этих смартфонах мы не увидим. Если верить инсайдерам, в китайской компании не решаться на эксперимент с невидимой подэкранной селфи-камерой. В семействе P50 ограничится врезанными камерами в дисплей. А вот основной модуль, конечно, будет многосенсорным, но точные характеристики камер пока не называются. Сообщается, что смартфоны получат оптику Leica, а максимальный зум увеличится со 100 крат до 200. В целом, камера будет напоминать то, что мы уже видели в Mate 40, Mate 40 Pro. В Huawei готовится переходить на собственную операционную систему Harmony OS. И P50 имеет все шансы стать первым смартфоном, выпущенным на ней. Покупатели глобальной версии смогут выбирать между Android и фирменной операционной системой. А вот на внутреннем рынке Huawei предложит только Harmony OS. Решение, конечно, очень и очень спорное. А вы бы купили бы дорогой смартфон на неведомой китайской операционке? Пишите в комментариях, очень интересно узнать ваше мнение. В базовом P50 будет проводная зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная мощностью 50 Вт. В топовой модели должна выйти зарядка мощностью 135 Вт. Такой вариант рассматривается в Huawei, но с учетом срока эксплуатации и емкости аккумулятора. Возможно, китайцы все-таки не решатся на такой шаг. Ожидается, что Huawei представит новый смартфон в начале весны 2021 года. Цены на Huawei P50 не сообщаются, но есть немаленькая такая вероятность, что станут они дороже, чем нынешний P40. Базовая версия которого сейчас продается в России за 45 тысяч рублей, что, в общем-то, тоже недешево для телефона без гапсов. Новый интересный флагман от Huawei или это не очень такое себе предложение? И вообще, готовы ли вы платить за жизнь без гугла? Жду лайков, дизлайков, комментариев и, конечно, подписки на меня. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok